Всем привет! Вы на канале Белая Рысь. Вчера наткнулся на ролик с канала Эра Перемен, который показался мне интересным. И в связи с тем, что у канала пока мало подписчиков, его увидело не сильно много людей в масштабе ютуба. Это не проплаченная реклама, а точка зрения человека, с которой я согласен. Аргументированная точка зрения. Кроме того, на мой взгляд, там есть ответы на некоторые вопросы, которые вы часто задаете в комментариях. Ну, особенно на любимый многими вопрос, что ты предлагаешь. Пожалуйста, посмотрите ролик до конца. Я плохого не посоветую. В описании к ролику я оставлю ссылку на канал Николая Эра Перемен, который любезно разрешил использовать данный материал. Поехали! Продолжение следует... Ну, отвечаю, в общем-то, на вопросы и рассказываю вам сейчас о чётких сроках, когда будет принято решение Путиным об уходе. Почему я сейчас эти все выводы сделаю, я прям детально объясню. Просто в комментариях очень многие говорят, вода, рассуждение ни о чём. Вот я вам сейчас прям буду называть дату, почему и зачем. Итак, Путин уйдёт до 2021 года. До 2021 года. В марте месяце, до 20 марта 2020 года, власть уже будет чётко знать, в какой день уйдёт Путин. Вот такое вас устраивает чёткое обозначение, ребят. А теперь я объясняю, почему. Значит, во-первых, уходить он будет с институтом преемника, потому что власть не передать он не может. Даже когда начнутся уже такие революционные недовольства в обществе и так далее, всё равно будет назначен преемник. Надолго ли? Вопрос. Здесь общество может и не смириться. Как я вам в одном из роликов и говорил. Первое. Уходит через преемника. Уходит до, значит, 2021 года, в течение 2020 года. Теперь почему? Почему же уходит? Да потому что, первое, до 2020 года, до марта 2020 года, циклический кризис, который я вам сказал, он произойдёт уже. То есть, либо он войдёт в свою как бы терминальную стадию, откуда уже, ну всё, штопор. И после неё начинается та самая такая затяжная рецессия, которую ждут уже давно. Но которая постоянно откладывается. Дело в том, что и предсказание-то было моё чёткое. Смотрите, этот кризис будет не вот таким, а потом резкий взлёт. Он будет затяжным и очень-очень таким обескровливающим. Поэтому решение власти, оно будет приниматься где-то на дне. Вот где-то на дне, руководствуясь экономическими какими-то показателями, уже будет понятно, что не удержать. Просто не удержать, люди будут иначе жить. Теперь смотрите, на март месяц точно так же выпадают выборы президента США Дональда Трампа. Вот моё глубочайшее убеждение, что этот человек пришёл на власть исключительно для того, чтобы завалить уже всё-таки, лопнуть этот пузырь акций и облигаций. Посмотрите, какие эксцентричные методы он допускает. И это не потому, что это он такое, потому что ему так, он тоже не самостоятельный, поверьте. Я это как бы в своём ролике в одном говорил, что твой ли это выбор или не твой. То есть их ставят. И в любом случае это не высшая власть, у них есть определённый хозяин, назовём так. И вот ко всем вот этим пунктам, когда я сказал, что будет меняться Трамп, будет развиваться экономический кризис, к тому, что будут расти недовольства. А одной из причин, почему будут уходить вот эти недовольства, если не поменять человека вообще на перекладных, как я говорил, то потеряют власть совсем. То есть команда потеряет власть совсем. Её просто переложат на другого человека. Вот вам объективная причина, почему это произойдёт. Теперь, что же можно сказать о том, кто это будет? В одном из своих роликов я сказал, что таким преемником, практически я уверен, станет войно. Либо им одним, либо значит будет несколько человек, и он в ряде их. Сейчас параллельно развивают несколько проектов, такие как Платошкин, ещё несколько человек, которые полностью аффилированы, скажем так, на мой взгляд, к Кремлю. Люди работают давно, вот они там занимали должности, потом их перевели, и вот они уже вот здесь. То есть раньше они работали на партию, потом на Единую Россию, потом ещё кого-то. Ну я не говорю про Платошкин, там не буду погружаться, это не важно. Я посмотрел его биографию, тут всё понятно. Три потом посмотрел, как он работает в интернете, три дня в Ютубе смотришь уже там на федеральных каналах. Ну это же понятно, господи. Дерево по плодам узнаётся, ребят. Вот. И точно так же есть несколько параллельно идущих проектов, которые друг за друга цепляются. К таковым проектам, в частности, я могу назвать и Навального. Он, конечно же, работает на две корзины, скажем так. У него есть связи и на Западе, вне всякого сомнения, и в Кремле. Почему? Потому что, ну посмотрите, что происходило с оппозиционерами, реальными оппозиционерами, которые появлялись. Они в тюрьме сидят, либо их убили. Ну я не говорю, что власть их убила. Их кто-то убил. Почему-то. Вот. И точно так же, как работают остальные. То есть, да, посмотрите. Их не видно и не слышно. Чему я говорил, что возникнет вот этот нежданчик, который предреволюционный, он на перекладных. То есть, когда власть будет перекладываться из одного кандидата в другого, в этот самый момент происходит то самое, чего ждут, в общем-то, многие люди. Народного кандидата, понимаете. Вот пока его не будет, не будет ни черта. Мы будем переходить из одной структуры в другую, как говорится. Из КГБ ФСБ. Вот так. Теперь, отвечая на вопросы, я не являюсь продолжателем того канала, о котором, значит, кто-то мне говорит, что есть такой же канал или был. И насколько я понимаю, человек вообще либо в тюрьме сидит, либо у него просто контент заблокировали. Именно поэтому я никогда не распространяю здесь сепаратизм и так далее. Потому что я понимаю прекрасно, что цель-то наша с вами сохранить друг друга, а не хайп сорвать какой-то. Вот если мы друг с другом будем общаться, это самое важное то, что остается. Люди должны друг друга держаться, особенно единомышленники. Вот. Значит, теперь по самой кандидатуре преемника я уже обозначил, там у меня все видео написано, там уже больше тысяч просмотров. Кстати, спасибо большое. Ролик прошлый про уход Чубайса набрал больше на сегодняшний день 26 тысяч просмотров. Люди на самом деле затронуты этой темой. Всем важно. Все участвуют в разговоре, задают вопросы. Мне даже звонили уже и говорят, ну, как ты думаешь и как ты считаешь. Я все прекрасно понимаю, ребят. Я все прекрасно понимаю. Надоело всем просто. Уже хочется не заплакать, а разозлиться действительно. Вот как сказала одна ведущая. И естественно придет это время и будет возможность у каждого из вас поучаствовать в жизни страны. Но не нужно скатываться к оголтелому сепаратизму. Почему? Да потому что если вы это сделаете сейчас, вас как китайцы воробьев перестреляют. Вы понимаете? Посмотрите, как разумно произошли протесты в Армении. Это красота вообще. Ребята создали ячейки. Эти ячейки работали на площади. Полиция не успевала за ними бегать. И так на протяжении нескольких дней. Они просто сосредоточились. Были группы. Вот это я и называю народное единство. Вот у меня на заставке стоит фотография со дня народного единства. Почему? Вы не задаетесь вопросом? Потому что я считаю, что именно только в единстве народа его свобода и благосостояние. И у меня был маленький ролик. Я призывал его распространять. Да всем, я вижу, не очень интересно. А вы распространяйте между своими. Вдруг кому-то интересно станет. Я для этого этот ролик записал. Для того, чтобы вы имели возможность не каждому названивать и говорить. А как ты считаешь, друг, так это или не так? А просто смотри, вот как тебе этот парень? А, хорошо. Ну, замечательно. Если тебе он нравится, значит мы с тобой одних взглядов. Если мы с тобой одних взглядов, мы с тобой должны общаться. Если мы с тобой общаемся, может быть у нас и общие интересы будут. Может быть и деятельность какую-то мы с тобой общую будем вести. В общем, мое это субъективное естественное мнение. Опять, я никого ни к чему не призываю. Вы обратите внимание, если мы будем сейчас раскидываться лозунгами, прямо сейчас и выйдем. Вы знаете, что будет? Вы знаете, что будет. Будьте умнее. Будьте умнее тех людей, которые ждут лобового столкновения. Самое страшное для власти это свобода разума, о которой я вам говорил. Если вы будете свободны ментально и не будете собираться сразу в группу по три человека, которую там ОМОН разобьет дубинами в пух и прах. А вместо этого будете сохранять свое индивидуальное мышление, мнение. И когда придет время выбирать, когда придет время что-то делать, вы уже будете не только готовы, но и объединены. Неужели это непонятно? Вот что из того, что я говорю, считаете, блин, этим? Дальше. Мне говорят, вот особенно любят кремлеботы. Эй, пацан там, вот тогда. Ребят, я скоро четвертый десяток разменяю. И прекрасно понимаю в обеспечении безопасности и в ведении бизнеса я руководитель. Я создатель Московского профсоюза. У меня за моими плечами определенная политическая деятельность. И не занимаюсь я только потому, что я понял, я отчаялся просто. Я понял, что все это, блин, игра в одни ворота. Знаете кого сами. Так вот, вместо того, чтобы, блин, друг друга поливать помоями, блин, задумайтесь. Как вы будете действовать? С кем? Найдите то плечо, которое вам важно. Друга, брата. Я все сказал. Мы с вами либо друзья и единомышленники, либо проходят мимо. Я очень рад был общению, очередному ролику. Теперь вы знаете четко по срокам. Теперь вы примерно представляете, к какому времени вы все должны друг друга знать в лицо. На какой платформе вы это будете делать, вообще не без разницы. Вы можете взять и 150 человек собраться и вступить в какую-нибудь партию. Возьмите просто, вот сейчас, кто оппозиция? КПРФ. Взяли одну ячейку, в нее вступили и спокойно, не привлекая внимания, начинайте свою агитационную деятельность за какую-то партию. Началась потом движуха, собрались и между собой решили, как вы будете действовать. Ну что, неразумные вещи? Под крышей действующей компании, под крышей действующей организации политической, да еще и парламентской, сдаете свою ячейку. И это не сепаратизм, это свобода мысли. Оно у нас в Конституции записано. А то, что вы себе так понимаете эту политику. Я призываю вас к социализму. Не к коммунизму, как я говорил, а к социализму. А социализм это равенство, не равенство, а равно праве. Мы равноправны, вы поймите, но не равны. Ну не равен мне дворник, извините. Не потому что он глупее, а потому что я знаю больше. Я учился дольше. У меня опыт другой, но я ему не равен. Я имею в виду не в социальном естественном. А вот социализм, это мы с ним равноправны. Это значит, что и он и я имеем право получить, допустим, тысячу акций Газпрома. Только потому что я гражданин России. Я имею право получать ренту. Если я отработал в этом государстве, предположим, десять лет, значит, я заслужил по трудовому стажу вот эти вот акции, которые мне приносишь древмесячную прибыль. Именно так обстоит дело и в северных странах Скандинавии, и, значит, в Арабских Эмиратах и много где еще. И что-то там никто не возмущается, что у них монарх. А знаете почему? Потому что о людях думают. Вот если мы с вами научимся думать друг о друге, то о нас кто-нибудь уж подумает. Всем спасибо, друзья. Палец вверх. Обязательно подписывайтесь. Обязательно ставьте колокольчик. Потому что в одном из роликов я когда-нибудь выйду и скажу, ну что, ребята, поехали. Всем пока. Спасибо за просмотр. Сегодня 26 апреля. И, к сожалению, у меня сейчас нет возможности, как раньше, выпускать ролики часто и в определенное время. Но я думаю, это ненадолго. Через несколько дней я вернусь в строй. Ваши письма уже заждались публикации на канале Белая Рысь Плюс. Спасибо всем еще раз, кто их присылает. Да и сюда материал накопился. Заходите на канал Николая. Делитесь этим роликом в соцсетях. Мне кажется, это та информация, которой стоит поделиться. Ну и, естественно, каждый ваш комментарий, каждый лайк делает эту информацию более доступной для других. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok